Итак, всем привет, данные господа! Добрейший вечерочек, с вами Криптофотей. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогноз биткоина. Ну и некоторые анонсы касаются лично моего канала. Дело в том, что, еще раз напоминаю, что у меня будет раздача криптовалют в конце сентября, начало октября. И непосредственно еще будут стримы, все это будет проходить в лайв режиме. Непосредственно все по чесноку, потому что до этого я разыгрывал пол биткоина. И были, конечно, в этом вопросы. Кому, что, как, возможно это фейк, не фейк. Хотя все люди видели, я скрины, значит, кидал почты, где я человеку отдавал пол биткоина. Вот, все было по-честному. И сейчас, когда я уже принял решение раздавать криптовалюты, будет еще честнее. Это будет все в прямом эфире. Не только скриншоты и видеоролик, а именно, вот именно прямой эфир. Что касается второго, это то, что я, возможно, скоро выпущу видеоролик, где, собственно, расскажу, как я зашел на рынок криптовалют. Как я покупал лайткоин по 5 долларов. Как я майнил биткоин через сайт. Про это все расскажу. И расскажу, в частности, как я вошел на криптовалютный рынок, от кого я это узнал. Узнал я как раз это все на ютубе про криптовалюту. Это тоже будет. Ну, это такая прелюдия. Давайте разберемся. Сейчас на рынке криптовалют очень позитивное настроение. И они связаны с тем, что, например, мой портфель просто дико вырос, так как альткоины просто дали некоторую жару. И в связи с этим, я когда посмотрел, что у меня происходит, действительно, у меня прям вау. Что касается криптовалют других, вулкана, какая-то криптовалюта, которая дала 473%. Давайте посмотрим. Но дело не в вулкана. Дело вообще в криптовалютах адекватных, которые есть в моем портфеле. Почему-то не заходит на график. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему не заходит. А, теперь ее нема. Теперь ее нет. Ну, вот при вас, собственно, помпанули криптовалюту. И в итоге ее нет сейчас. А спонсор данного видеоролика компания doncapitals.com, которая предлагает заработать хорошие деньги на криптовалюте даже тем, у кого не хватает времени на изучение технического и глубокого анализа курса криптовалюты и так далее. Это компания, которая профессионально трейдит на рынке криптовалют с подготовленной командой из американских трейдеров, аналитиков рынка и обработку большого количества поступающей инсайдерской информации. Передавая свои средства данной компании, вы ежемесячно получаете фиксированный процент по прибыли. Ссылочка в описании. Что касается криптовалют, сейчас у нас хорошо растет Dash, Bitcoin. Давайте посмотрим на CoinMarketCal, что у нас значит сегодня. Сегодня 28 августа это событие у Substratum. Mainnet релиз у High Performance Blockchain будет. Значит дальше Lisk Core 1.0 Mainnet. Завтра будет. Также завтра больше ничего такого не будет из событий. И вот 30 августа будет Mainnet Launch у Трона. Запуск сети. И что еще посмотрим? Посмотрим. 30 августа. Как таковых больше событий нет. Но вот на 31 по Ethereum Classic по Bitcoin Hard Fork. Хотя сейчас уже Bitcoin показывал неплохой рост. Мы это видим. И это перед Hard Fork. Я так заметил, что здесь вот события, которые написаны на CoinMarketCal, они в день в день не отыгрывают. То есть они отыгрывают заранее. Поэтому вот те криптовалюты, которые я рекомендовал вам на сентябрь, учтите, что заранее это все будет отыгрываться. Не будет вам никто дико пампить Bitcoin 31 августа, в то время как вы знаете, что там будет Hard Fork. Конечно, все это будет делаться перед этим и только в стадии реализации никакого роста уже не будет. То есть 31 августа мы уже рост, я так понимаю, не увидим. Судя по тому, как была ситуация с Zcash. Это анонимная криптовалюта Zcash или еще как-то ее по-другому называют. Когда ее добавили на биржу Gemini, она просто не то, что она не перестала рост, она вообще упала еще ниже. Это тоже нужно учитывать. Что касается криптовалютного рынка, моих мнений, то что сейчас у нас дневной диапазон биткоина расширился 7100. Это очень даже позитивно. Настораживает то, что на дневном таймфрейме у нас биткоин растет с 23 августа. И, соответственно, с небольшим откатом. Это, конечно, настораживает. Это говорит о том, что уже у нас индикаторы перегреты и у нас должна быть такая очень хорошая коррекция, которая, ну, как бы очень хороший откат, который позволит, ну, где-то биткоину все-таки уже в данный момент где-то откатиться на 6700 и потом продолжить рост. Это тоже нужно учитывать, кто заходит на рынок криптовалют. В то же время есть огромный шанс, что биткоин достигнет, значит, отметки 9000 долларов. И в то же время есть шанс, если будем забегать наперед. Если мы посмотрим, вот на недельке мы видим, что биткоин восстанавливается. Значит, на трехчасовике видим, что, ну, присутствует такая, конечно, некая перегретость. Я думаю, что тут будут у нас отскоки. Возможно, будут отскоки незначительные, но в целом будет тенденция роста. Тенденция роста, по моему мнению, будет до 30 сентября, а может даже до 26 сентября. И там у нас будет удар по биткоину. Именно ударят так, что скажут, нет, братьки, давайте мы отложим еще биткоин ETF. Мы пока вообще рассматривать не будем. Биткоин это говно. И начнут какие-нибудь Goldman Sachs опять закидывать биткоин фекалиями. И, соответственно, биткоин упадет в цене. Это вполне возможно. И, действительно, рост может быть до 26 сентября. И я считаю, что, ну, дай бог, чтобы увидеть биткоин по 9000 долларов. А потом пускай роняют, как хотят. Потому что в связи с этим мы уже биткоин по 6000 долларов не увидим, если он расширит вот такой диапазон, пробьет треугольник и пойдет наверх. Это вот будьте уверены. Поэтому при этом условии, конечно, 6000 уже под вопросом. Увидите даже ниже. Вот. Поэтому будем смотреть, что тут и как. И хочу еще заметить, что биткоин вниз на вот таком росте. Он, я вот могу здесь посмотреть. Вот здесь у нас рост был на, ну, практически 600 долларов. Даже чуть больше. И, соответственно, тут у нас было падение, да. Я считаю, что, ну, максимум откат это, значит, куда может биткоин откатиться-то? 6600 в данном случае. То есть это другая совершенно ситуация. Это, конечно, никто не делает. Никто не анализирует. Но шанс отката все-таки он и есть. Ну, и в то же время нужно смотреть на биткоин доминанс. Он у нас ни разу не откатывается. Альты очень даже хорошо растут. Это во-первых. Во-вторых, у нас капитализация рынка, как бы она очень слабо идет. То есть если действительно был бы хороший такой разворот, который бы все-таки нам гарантировал то, что да, сейчас пойдем на луну, то было бы все иначе. Что касается LTC, сегодня с утра я говорил, то что у нас, значит, LTC должен, лайткоин, закрепиться на отметке 60 долларов и пойти дальше. Сегодня мы посмотрим за день, что будет с лайткоином, да. То есть если он закрепится, он может в то же время завтра упасть. То есть в течение ближайших дней мы посмотрим, действительно ли будут альткоины начинать свое ралли. Потому что по лайткоину можно наблюдать всю тенденцию по альтам, что происходит. Точно так и с эфириумом. А тут настороживает то, что психологическая отметка 300 долларов и эфириум ее не преодолел. Я считаю, что преодолевание тоже вот этой отметки нам, в принципе, уже гарантирует какой-то рост и начало ралли альткоинов. Но еще раз хочу вам напомнить, что покуда у нас биткоин-доминанс нифига не откатывается, альты нормально расти не будут. Ну и что касается новостей, сеть Stellar XLM теперь будет иметь 1 миллион активных пользователей. И наконец-то Stellar удалось стать первой криптовалютой, прошедшей официальную сертификацию в соответствии с нормами шариатского права. Что, безусловно, даст монете преимущество на рынках мусульманских стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Курс Dash подскочил на 26% благодаря партнерству с KRIP. И на входе прошедшей в Венесуэле конференции компания CryptoMobile Corporation объявила об эксклюзивном партнерстве с Dash и фокусирующейся на приватности криптовалюты. Но, что сказать, очень хорошо, потому что сегодня Dash, конечно, продемонстрировала криптовалюту хороший рост. Мнение решения SEC об отказе в запуске Bitcoin ETF полностью оправдано. И немыслимо представить, что SEC одобрит ETF или аналогичную среду для инвестиций без безопасного решения для крипторынка. Сейчас хорошее правительство не смотрит на криптоиндустрию, как на нечто. Что им нужно объявить вне закона или вытеснить из существующих рынков, они видят, что есть здесь потенциал, который, конечно же, может принести пользу людям. Поэтому они пытаются выяснить, как можно с помощью соответствующего регулирования внедрить возможности криптомира в повседневную жизнь. Ну, исследование угрозы скрытого майнинга возросло на 1000% с первой половины 2017 года. И стандартные безадресные атаки с использованием программ-вымогателей, а также кража данных стали нормой. Поэтому нападающие сменили тактику, чтобы действовать более скрытно. Из этого следует, что лидеры бизнеса должны оценивать свои ресурсы, чтобы обеспечить достаточную защиту, способную противостоять новым и серьезным киберугрозам. Ну, что хочется сказать. Тут единственное, какой выход может быть, чтобы защититься от майнинга. Потому что даже на ютубе была реклама, которая майнила. И, соответственно, таким образом люди затрачивали огромные ресурсы компьютера, чтобы посмотреть видеоролик. А тут ответ достаточно прост. Не лазить по сайтам непонятного содержания, будто порнография, будто еще что-то. Потому что действительно сейчас сайты порнографического содержания, вот я слышал, и была вот эта новость. Они дают токены за то, что вы смотрите, вот эти вот видеоролики. В соответствии с этим, если вы решили вот этим заняться майнингом зрительным, чтобы смотреть вот эти порнографические ролики, то заведите, вот я не знаю, как там, вот эту монету, вот этот кошелек вот этой монеты, и смотрите, и как бы майните, да, как говорится. Так, в холостую получается, что если ты лазишь по сайтам каких-то непонятного содержания, ты просто в холостую кому-то майнишь, да. То есть энергия и ресурсы твоего компьютера, они так или иначе затрачиваются. Ну, что касается Мастеркард, они запустили в России токенизированный сервис для анонимных платежей, и чтобы воспользоваться услугой, достаточно просто провести снизу вверх по экрану смартфона для вызова приложения, выбрать привязанную карту или для токенизированных карт токен, которые также высвечиваются в списке на экране, указать мобильный номер абонента и совершить перевод буквально в пару кликов. Ну и компания не разглашает, когда новая услуга будет доступна клиентам из других стран. Банк Barclays ускорит транзакции с помощью блокчейна Эфириума, и сообщается, что платежи с использованием BarclayCard будут проводиться через блокчейн-платформу Crowds. Сначала на новую платформу переведутся небольшое количество пользователей для тестирования и отладки процесса. Пилотный проект займет полгода, в течение которого пользователи смогут оставлять свои отзывы и предлагать варианты улучшения сервиса. Ну и напоследок, то, что Биткоин сделает кредитные карты ненужными, и в скором времени криптовалюта вытеснит их. Высокие сборы за использование кредитных карт до сих пор являются проблемой торговцев, а в конечном счете и потребители. Компании платят миллиарды долларов США, чтобы эмитенты обрабатывали транзакции по картам. Поэтому идея заменить карты на криптовалюту все больше набирает обороты среди финансовых экспертов. Ну что тут хочется сказать. Действительно, с внедрением Lightning Network это все возможно. И более того, вот этот Starbucks, который хотел бы принимать Биткоины, но на самом деле там был вброс новости. Потом они проверили то, что они, значит, все это будет делать сначала через доллары, а потом как бы через Биткоины. Все это в скором времени может быть, но опять-таки с внедрением Lightning Network, которое будет позволять, собственно, совершать быстрые транзакции Биткоину. Ну, в принципе, что мы видим сейчас на криптовалютном рынке? Как бы, конечно, позитивное настроение. Я считаю, что эти настроения позитивные могут завтра убиться красным рынком, откатом Биткоина. Потому что индикаторы пока что, я считаю, что они уже перегреты. Но, тем не менее, мы видим, что криптовалюты, такие как Nano и Yota, в том числе, которая вчера росла, сейчас продолжают рост. Но Nano вот тоже рост продолжает, а 9% он вырос. В принципе, мы видим, что ситуация в отношении альткоинов, конечно, она получше. И, конечно, когда я посмотрел на свой портфель, я был дико удивлен, потому что действительно там было поднятие просто. Вот, поэтому я считаю, что будем еще смотреть, будем еще наблюдать за рынком криптовалют, громких заявлений не делать. Но то, что вот уже понятно, что Биткоин близится к развороту и уже 9000 долларов, это вполне реальная достижимая цель, это уже вот факт. А если же вам нужна помощь и увеличение вашего капитала в рублях, так и в криптовалюте, можете ознакомиться с компанией doncapitals.com, ссылка в описании. Ну, а с вами был Криптофатей, всем удачи и всем пока.